Остается пару дней до закрытия чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Сегодня подводим его итоги в программе главной новости. В студии Тимур Рага. Здравствуйте. Напоминаем вам телефон прямого эфира 511-99-66. Звоните, задавайте свои вопросы. А также приглашаем вас принять участие в голосовании в нашей группе ВКонтакте. Медиаканал Эфир 24. Ну а я вас познакомлю с гостем в нашей студии. Тем более нам невероятно приятно, что сегодня им стал именно он. Это Дмитрий Иванович Саутин. Заслуженный мастер спорта России. Двухкратный олимпийский чемпион. Единственный в истории обладатель 8 олимпийских наград в прыжках в воду. Итак, Дмитрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы еще и посол наших игр чемпионата мира. И в Казани бываете достаточно часто, судя по вашему интервью. За последнее время. Тогда традиционный вопрос в начале нашей темы. Как вам Казань и где в Казани можно встретить обычно Дмитрия Ивановича? Где он прогуливается? Ну, в основном, конечно, это было все связано с прыжками в воду, в первую очередь. После прыжков начался хайдайвинг, где я был в качестве судьи. Я судил все три дня. И в том числе судил финал. И Артем Сильченко занял пронзовую медаль. Этот парень как раз из Воронежа. Мы вместе с ним тренировались. В свое время потом он, естественно, закончил заниматься прыжками. И уехал в шоу покорять новые высоты. Нет, ну а если отмести в сторону пока спортивные мероприятия, культурные события, досуг. Где вас в городе можно увидеть? Какие достопримечательности любите смотреть? Где бываете? В Кремле, естественно. Потому что ко мне приезжали друзья. Мы ходили вместе в Кремль, гуляли. Ходили так же на вышку. Люди захотели посмотреть, залезть на 27 метров, посмотреть. Ну просто интересно все-таки, как это с вышки посмотреть. То есть, друзья Петри Ивановича пускают на эту вышку все-таки? Ну это между нами. Мы никому не расскажем. Никто не знал. Нет, ну сейчас уже можно, потому что это все прошло уже. Вот. Ну они буквально на два дня приехали. Они побывали на открытии, посмотрели Кремль. Мы сходили на вышку, вот в центре погуляли и все, уехали домой. Ну, подводя итоги чемпионата, вы, наверное, общались с другими спортсменами, какими-то функционерами относительно организации именно самого турнира. Говорят, что многие находятся в таком состоянии легкого шока. Все удивлены, что так все масштабно организовано. Это правда? Ну, вообще очень здорово, да. И спрашивают у иностранцев, они вообще просто в эйфории. Говорят, слушай, мы такого чемпионата мира на самом деле не видели. Потому что все устраивает, все вообще на таком высшем уровне. Организация, да, волонтеры, те же огромное спасибо отдельное. И, конечно же, болельщики. Как болеют, я такого дома не видел. Ну, то есть мы универсиаду организовали достойно, чемпионат провели. Казань к Олимпиаде готова, на вашу стиле отыгры? Потянем? Естественно. Готов. Ну, тогда давайте посмотрим на медальный зачет. Мы, к сожалению, отошли на третью ступень и пропустили вперед американцев. Они нас обходят по общему количеству медалей. Подводя итоги чемпионата, ваши ожидания мы оправдали? Сколько медалей мы подарили? И, в целом, выступление нашей сборной. Данная картина, она отражает ситуацию водных видов спорта в России? Или все-таки мы просто выступили слабее? На самом деле, с чего я начну, это синхронное плавание. Конечно, там, как бы, девочки молодцы. Столько медалей золотых. Вот, в прыжках в воду. Ну, не получилось завивать золото. Это, конечно, все-таки, я думаю, в плане стояла золотая медаль. То есть, как минимум, одна золотая медаль потеряна здесь у нас? Да, должна была быть. Да, ну, не получилось, конечно, ни у Ильи Захарова, ни у Виктора Минебаева. Все-таки по одному прыжку они завалили, а этого хватило, чтобы чуть-чуть не добавилось для золотой медали. Если взять плавание, допустим, то там мы как раз... Плавание, ну, оно же только началось. То есть, пока одна золотая медаль, я думаю, это пока. Может быть, сегодня-завтра что-то еще будет появиться. И одна серебряная, это эстафета в первый день. Ага, так, ну... Ну, это, наверное, все-таки больше вопросов к главным тренерам, наверное, или к президенту федерации, это к Владимиру Сальникову, потому что я же все-таки больше отвечал за прыжки в воду. Я же не могу там отвечать за всех, и за синхронное плавание, и за плавание, и за водное поло. То есть, у меня самое главное, конечно, это прыжки в воду. Ну, все-таки, возвращаясь к вопросу, третье место в мире, это действительно так Россия сейчас? Ну, если так это останется, конечно, это достойно. Достойно. Да, потому что мы с американцами бороться в плавании, это нам очень тяжело. Поэтому и за счет плавания американцы уже вышли на вторую позицию. Хорошо, тогда перейдем к следующему вопросу, который мы уже задавали в нашей студии другим участникам наших диалогов по поводу чемпионата мира. Как победить китайскую машину по штамповке золотых медалей? Что делать? Потому что 14 золотых, это уже недостижимый для нас результат. Наверное, надо больше работать, тренироваться. Потому что вот, наверное, где-то вот здесь вот мы и уступаем. То есть, если там в свое время я мог с ними бороться, побеждать, то, видно, нашим ребятам где-то вот чуть-чуть не хватает. Вот из шести попыток, которые были в финале, вот пять они сделали хорошо, а все-таки одна ошибка была напущена. То китайцы из шести делают шесть. Здорово. Поэтому вот здесь мы и проигрываем. Где-то не хватает немножко, наверное, доработать какие-то прыжки. Может быть, больше отдать все-таки с нового сезона, наверное, время физподготовки. С чего это и начинается в сезон. Сейчас ребята отдохнут и как раз ровно год до Олимпиады. Ну, это если брать конкретных действующих спортсменов, а так в итоге в целом возможно выстроить систему в России, которая готова готовить спортсменов, способных конкурировать с китайцами? Ведь у них там и, грубо говоря, как любят говорят, спортсмены материала достаточно много. Ну, в принципе, они там очень популярны, да. Я думаю, там стоит очередь, если даже кто-то из основных спортсменов сходит, здесь тут же находится замена. То есть секрет в массовости, да? Конечно, конечно. То у нас единицы. Пока мы, конечно, не можем, если, не дай бог, там Трахаров или Кузнецов туда травмируется, чтобы быстро кого-то найти замену и поставить там ту же пару синхронную. Здесь мы, конечно, проигрываем. Также хотелось бы упомянуть такой фактор, как фактор родных стен. О нем часто говорят журналисты, но как к нему относятся спортсмены? Все-таки родные стены, болельщики, это давит на тебя чувство ответственности или это стимулирует, помогает такой дополнительный заряд адреналина? Ну, я думаю, нашим профессионалам, конечно, это все подбадривало, помогало. А вот насчет наших молодых девочек, это, наверное, все-таки немножко их сковывало, сжимало. Это я имею в виду все-таки Юлию Тимошинину, Петухову и Машу Полякову, которым только-только 17 лет, 18-то исполнилось. Да, они только год или два попали в сборную команду. Наверное, девчонки к этому еще не привыкли. Поэтому и у девчонок нет таких результатов, как у ребят. Да, они вот еще только-только начинают. Хотя уже есть чемпионки Европы. То есть это все-таки сугубо индивидуально, да? Для кого-то это помогает, кому-то это мешает. Кому-то это мешает, да. Но когда вы поступали, как спортсмен профессиональный, вам это помогало? Ну, вы знаете, у нас такого не было. Это единственная страна, где это было, это в Китае. То есть, когда тебя приветствовали перед прыжком, естественно, аплодируют тебе уже после прыжка. Итак, ну и еще один вопрос, который тоже особенно обсуждался в начале турнира. Нам были проблемы с медалями, которые у нас отобрали американцы в синхронном смешанном плавании, да? Все-таки, подводя итоги чемпионата, как вы оцениваете работу судей? Было предвзятое отношение к России? Или нам, как хозяйке чемпионата, относились лояльно? Вот именно в миксте вы имеете? Нет, вообще в целом по чемпионату, по другим видам спорта... Я бы не сказал, потому что... Как правило, судьи для хозяев, спортсменов, как-то они обычно помогают и лояльно... Вот именно наш президент сделал очень большую работу, провел, чтобы именно в судейском движении, да, чтобы как бы ребята нормально там судили, это я сто процентов уверен. Но ребята сами маленькие помарочки допускали, поэтому не получилось вытянуть до золота. Насчет синхронного плавания я там ничего не могу сказать, потому что, ну, это... Там есть свой президент, вот, и есть свои там главные тренера. Но то, что засудили вот именно в микст, да, это я, конечно, слышал. Это я сам видел, да, и то, что после, конечно, предварительных соревнований вести два балла и потом проиграть два с половиной в финале, это, конечно, для меня непонятно. Но вы ведь и сам судья в том числе. Дмитрий Саутин как судья. Он принципиальный или менее жесткий? Тем более вам приходится судить в том числе и своих. Ну, на этом турнире я судил хай-дайвинг. Я не судил профессиональные прыжки. И то это для меня первый раз, где на таком официальном старте был судьей. Нет, я был достаточно мягок, потому что там же я и судил девочек, которые прыгали с 20 метров. Для меня это тоже. Я сам прыгал с 20 метров, но это, честное слово, это очень страшно. Да, вот переходя к теме хай-дайвингов, все его очень ждали. Это, наверное, один из хедлайнеров этого турнира. Да, очень красиво. Очень красиво, интересно, зрелищно. И вот среди ваших спортсменов, кто прыгает с 3 и 10 метров, как вы относитесь к этим сумасшедшим, которые прыгают с высоты 9-этажного дома? Ну, вы знаете, мы относимся хорошо, но просто мы иногда не понимаем, что у них на самом деле в голове. Да. Что сподвигло человека в эти индукции? Большое вопрос, да. Нет, ну это же все начинается с шоу, когда ты не попадаешь в сборную команду, ты начинаешь потихонечку заканчивать прыжки и думать, как же мыслить, что ты жить дальше. Потом тебе нет-нет поступать, какие-то предложения поехать в шоу участвовать, какие-то деньги заработать. И ты приезжаешь в шоу, и там есть вышка, которая передвигается. С 10 метров, 15-17, ты потихонечку сам для себя понимаешь, что почему мне не попробовать бы из 15-17 какой-нибудь сальто сделать. Ну, потихоньку, вот как Артем уехал в шоу, собрал программу, подал заявку и начал участвовать в рэдбуле, в хай-дайвинге, в клифф-дайвинге. Но вы сами пробовали прыгать с такой высоты? Ну, я только с 20 метров прыгал, потому что это было еще в Советском Союзе, мне было 15-16 лет, по-моему, на сборе мы были в Севастополе. Это единственная высота, это единственные прыжки, три раза подряд я, правда, прыгнул. Но, в самом деле, страшно. В море. Признайтесь, бывает ли страшно прыгунам, которые прыгают с этих высот? Или для вас это уже обыденность, как позавтракать? Ну, вы знаете, нет, как бы 10 метров, да, это там, хоть ночью, да, разбуди там, я там прыгну, да, без вопросов. Но вот там 20-27 для меня это, конечно, уже загадка. Ну, мне, на самом деле, как бы это и не надо, потому что это давно, детство уже все прошло, когда какие-то споры были, да, там, слабо тебя там прыгнуть или нет, потому что... То есть, это своеобразное все-таки преодоление самого себя? Конечно, конечно. Ну, вот как раз люди и начинают где-то около 20 лет, если он не попадает в сборную команду, он начинает уезжать в шоу и там осваивает уже высоты. Сейчас я бы вас хотел пригласить для небольших комментариев нашего голосования в группе ВКонтакте. Сегодня мы спрашивали наших пользователей, успели ли вы посетить данное соревнование по водным видам спорта. Варианты да и нет. И вот, к сожалению, пока 70% проголосовавших говорят, что нет. Это именно в Казани. И именно среди пользователей нашей группы, да, вот именно данный чемпионат... Я думаю, может быть, в первую очередь, не всем хватило билетов. Ну, во-вторых, наверное, все-таки люди еще работают, как-то надо деньги зарабатывать, жить. То есть, у них всегда получается, наверное, купить билеты. Потому что, ну, здесь и средний класс есть, и кто-то там ниже среднего, да. Ну, и очень много приезжих, те, которые заранее тоже купили билеты. Очень много, иногородних. Ну, вам в целом поддержка на чемпионате нравится, посещаемость, по-моему, нет пустых мест. Практически, да? Вообще нет, да. Очень здорово. То есть, отдельное спасибо именно нашим болельщикам, которые так болеют. И за наших, да, даже и не за наших. Когда вот у нас был финал, да, наши не участвовали. Просто приходили, поддерживали тех же славян. Украину, Белоруссию. Было очень приятно. То есть, в данном случае, все-таки спорт вне политики оказался. Поддерживали украинцев. Ну, сто процентов. Это очень здорово. Потому что, ну, так и должно быть, потому что, причем здесь политика и спорт. Угу. Так. Хорошо. И по поводу тогда голосования, все-таки хотелось бы вернуться к такой теме. Допустим, взять летнюю Олимпиаду. У нас во многом многие медали приносят гимнастки. Взять зимнюю Олимпиаду фигуристки. Получается очень несправедливо. Девочки достаточно много приносят медалей. Но при этом они не так популярны, как футболисты, которые даже не могут отобраться на чемпионат мира. В чем тогда причина, если есть виды спорта, в которых мы играем ключевые роли, но они не являются номером один в России? Ну, вот это как раз и политика. На самом деле. Ну, с футболом это очень большие деньги. И, естественно, это связано с политикой, потому что, ну, такие миллиарды, наверное, все-таки, да, то есть, которые выделяются там клубом. И там уже расформировывается и зарплата, и покупка игроков, да. И обычные, простые, там, гимнасты или прыганы в воду, там, да, которые живут на зарплату, там, да, нет таких вот коммерческих турниров, там, огромных, где можно будет, там, заработать какие-то большие деньги. Ну, потому что футбол это все-таки футбол, это номер один в мире, не только в России, да, популярном, а во всем мире. Поэтому, наверное, здесь вот такие вопросы возникали. Ну, вас, наверное, чувство этой несправедливости недоставало, что, допустим, вы приносили больше гораздо медалей, чем вся сборная России по футболу за всю историю существования? Ну, вы знаете, я давно с этим смирился, потому что, ну, это здесь даже бесполезно спорить. То есть, это как данность воспринимается, да? Ну, такой Саутин, да, в прыжках в воду и там какой-нибудь простой футболист, который особо ничего не выиграл, да, но у него зарплата там 20-20 больше, чем у меня. Хорошо, давайте немного отойдем от темы чемпионата. Есть очень интересная история, я думаю, вам надоело ее уже рассказывать, но не все ее знают. Расскажите еще раз, пожалуйста, про историю с потерей плавок на Олимпийские игры в 92-м. Ну, они там не потери, я просто их забыл в Олимпийской деревне. Приехал на финал и обнаружил, что, ну, нет плавок у меня. То есть, вы приехали на соревнования, плавок нет, и что делать? Подошел к тренеру, говорю, так и так ситуация, да, меня это вообще не интересует, тебе прыгать. Иди ищи. Ну, пошел, хорошо, вот, хорошие люди есть, все-таки спортсмены с пониманием относятся. Подошел к мексиканцу, там, кое-как объяснил, говорю, плавки забыл в Олимпийской деревне. Могу я у тебя попросить? Потому что, ну, как бы, нет плавок. Достает целый мешок. Если у нас, у меня одни были плавки, то он достал целый мешок плавок из этого нужно. В 20 было плавок, говорит, пожалуйста, выбирай. Ну, я выбрал там, который более-менее там без надписи «Мексика», да. Отпрыгал их, занял медаль бронзовую, первую свою в истории. Я подхожу отдавать финал. Огромное спасибо. Я обращаю ваш портрет, он говорит, ты что? Ты что, это же странно, что эти плавки и ваши олимпийские медали теперь находятся в доме болельщиков. Да, они здесь. Именно эти плавки, которые… Именно эти, да. Именно эта медаль, вот именно с Барселоны. Я взял с пяти олимпиад по одной медали, чтобы, как бы, людям показать. Я думаю, что после этой истории сегодня в эфире очередь выстроиться, посмотреть эти легендарты. Да, пожалуйста. Добро пожаловать, как говорится. Приходите, смотрите, сфотографируйтесь. Красава, следующий вопрос, такой более психологичный, наверное. В чем секрет победного настроя олимпийского чемпиона? Ведь хороших спортсменов много, а олимпийскими чемпионами становятся не все. И тут вопрос психологии играет особую роль. Поэтому, все-таки, вы знаете, что такое золото Олимпиады, причем неоднократно, и другие призы. Как вам удалось это сделать? В первую очередь, конечно, это работа. Потому что надо очень много тренироваться, трудиться, как это делают китайцы. На самом деле, с ними прыгать и побеждать. Трудоспособность. Ну и, наверное, все-таки, благодаря своему тренеру, который очень, наверное, так, ну, жил на работе. Да, человек жил на работе, отдавал все свое время, и, в том числе, вкладывал свою душу в меня. Потому что, если бы не она, естественно, я бы не достиг таких результатов. Я бы никогда не выиграл Олимпийские игры, или чемпионат мира. Который, как раз, между прочим, после 92-го года, в 94-м году, я первый в жизни выиграл чемпионат мира. Второй был времени. Поэтому стремление. Но все-таки вот эта мотивация и стремление, откуда наберется? То есть не все готовы, все понимают, что нужно много упорно работать. Ну, может быть, это что-то где-то заложено было самым-самым действием. Ну, что-то, да, долго дано, я не знаю. Потому что уже сейчас, как бы, не у кого спросить. И даже и родителей, как бы, уже нет. Да, и тренер, как получилось, по обстоятельствам тоже уже покинул этот мир. Ну, наверное, что-то от Бога, я считаю. Потому что не всем дано. То есть единицы только выиграют Олимпийские игры. Все хотят, но не у всех получается. Ясно. Тогда хотелось бы еще такой вопрос по поводу ваших физиологических данных, антропометрических, так скажем. Просто есть мнение, что изначально человек, который завоевывает огромные высоты, золотые медали Олимпийских игр, он, в принципе, уже физиологически предрасположен. И у него какие-то особенности. Ну, допустим, тот же Майкл Фелпс в плавании. То есть это определенный склад и фигуры, и самого ума. То есть он не такой, как все. Дмитрий Саутин, чем отличается от других спортсменов? Мне кажется, особо ничем. То есть вы не обладаете какими-то... Ну, наверное, по-другому медицинские исследования. Если, конечно, как-то со стороны, может быть, кого-то спросить, может, человек, конечно же, по-другому ответит. Потому что особо как бы мы от других не отличались. Но единственное, я говорю только, что работа, работа, работа была всю жизнь, на протяжении, не знаю, 20 лет, которые я провел в сборной команде. И Советского Союза, и уже России. Хорошо. Тогда вопрос может быть провокационный, но ответ хотелось бы услышать. Почему вы не в тренерском штабе сборной тогда? Это если у вас есть такой хороший потенциал, который нужно передать молодым спортсменам? А это опять, да, вот опять все приходит, наверное, к политическим вопросам. Потому что не так-то и просто все, как это кажется со стороны. И не у всех получается, когда ты завершаешь карьеру, и тебе сразу поступают какие-то хорошие предложения. Или занять пост главного тренера, или, может быть, возглавить управление по спорту своего региона, или что-то еще. То есть, у меня такого не было. Сам, себе, потихоньку. Бываешь дорогу. Жизнь. Но желание есть тренировать? На уровне сборной? Желание, конечно, есть возглавить, да. Потому что, ну, на самом деле, там много надо, что поменять. Например? Давайте расскажем. Ну, в том числе в женском коллективе. Потому что не все у нас получается, не все у нас удается. И остался год, повторюсь, до Олимпийских игр, у нас еще ни одной лицензии у девочек нет. Если ребята там все завоевали лицензии на Олимпийские, то у девчонок вообще ни одной. То есть, мы можем остаться без вообще присутствия на Олимпийских играх в данном этом году? Может быть, может быть. Поэтому здесь надо, конечно, немножко по-другому подойти. Может кого-то поменять в сборной команде. Но это пока не мои вопросы. Есть главный тренер, который сам делает такие-то перемены. Постоянно меняет пары синхронные. Ну, в итоге у меня ничего не получается. Ну, а правда ли, что тогда как раз китайские спортсмены много копировали из системы вашей подготовки и из ваших прыжков, что они поэтому к вам и относятся по-особому? Вы там национальный герой. Ну да, я сколько лет там с ними, да, конкурировал, постоянно обыгрывал, там, иногда проигрывал, да. Поэтому они там на самом деле относятся очень хорошо. И, ну, конечно, где-то, наверное, все-таки они же много ездили, снимали постоянно на видеокамере. Потом, наверное, все это в спокойной обстановке обсуждали, рассматривали. И где-то что-то забирали от меня. То есть такой определенный плагиат какой-то в некотором смысле есть в подготовке китайских спортсменов у вас, да? Почему тогда мы не можем применить в системе подготовки наших спортсменов? Получается, все только в политику упирается. Ну, наверное, пока да, потому что все-таки сейчас немножко другое время. Сейчас уже молодежь, наверное, больше думает все-таки, как прожить, да, что-то заработать, чем думает, сколько ему надо потренироваться. Вот вопрос. Здесь тоже как бы надо систему тоже уже менять. Потому что как бы есть хорошая база, да, на Озере Круглом, вот как Мистерспорта построил 4 года назад. И отдельно прыжковый бассейн, отдельно бассейн для синхронного плавания, для плавания. Как бы там, если в наше время была такая база, я не знаю. То есть, в принципе, все есть для... Все есть, да. Вот не хватало, да. Или что-то от какого-то, вот, может быть, толчка там именно от главного тренера, может быть, от своего тренера. То есть, и так смотреть в целом, мы с Ириком Дзинуром общались по поводу водного пола. Он сказал, что оно пока в таком легком упадке, можно сказать, находится. Прыжки? Ну, я бы сказал, не в легком, конечно. Но, как бы, именно в мужском водном поле, да, там, на самом деле, тоже, наверное, что-то надо менять. Ну, относительно прыжков тогда, где мы сейчас, и чего нам ждать в будущем? Нам те места, которые мы занимаем, долго ли мы еще и будем занимать? Не знаю, хороший вопрос. Посмотрим после Рива Дзинуром. Я думаю, очень большие будут перемены, и в смене команды, наверное, и в смене все-таки молодежь надо уже подтягивать. На самом деле, уже некоторые прыгуны есть, которых, на самом деле, надо, наверное, все-таки заканчивать уже, потому что особых результатов нет, и, как бы, на них какая-то надежда есть, но они пока не оправдывают себя. Ну, у нас остается буквально пару минут до конца эфира. Я вам сейчас предлагаю подвести ваши итоги и обратиться, возможно, к жителям Казани. Вот вы камеру можете поблагодарить, может быть, всех за участие в турнире. Конечно, это отдельное спасибо за то, что вы так болеете, что вы поддерживаете нас всех. И все-таки добро пожаловать в спорт. В сентябре начинается новый сезон. Не только в прыжке, но вообще плавание, синхронное плавание, вообще-то в спорт. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Чего и вам желаем, вам тоже здоровья, ведь вы продолжаете вступать, хоть и не на профессиональном уровне. Я уже для себя, да, чисто для себя, потому что, ну, я уже в своей жизни много напрыгался. Ну, Дмитрий Иванович, в любом случае, нам было невероятно приятно, что вы нашли время оказаться в нашей студии. Спасибо за беседу и успех вам в продвижении вас как тренера в будущем. Надеемся, мы увидим вас на этом посту. Спасибо, тоже будем надеяться. На этом мы попрощаемся с нашими телезрителями. Это была программа «Главные новости». Смотрите нас по будням. Всего доброго.